Это программа День с толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Третий случай за неделю. В Барнауле четырехлетний мальчик упал с 15 этажа. Сделал несколько кругов над городом. Стали известны подробности, почему над Барнаулом кружил самолет. Почти 200 участников из восьми стран. В Барнауле начались международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня подозрительно долго кружил самолет над Барнаулом. Это вызывало обеспокоенность у граждан. Один из очевидцев в соцсетях рассказал, что самолет якобы сделал девять кругов над городом. Также пользователи соцсетей заметили, что на судне не выпущено левое шасси. Информагентство Амител со ссылкой на пресс-службу Барнаульского аэропорта сообщило, что это был учебно-тренировочный полет. В аэропорту заверили, что пассажирские самолеты сегодня приземлились по расписанию. В Барнауле с 15 этажа выпал четырехлетний ребенок. Трагедия произошла на Приречной 9, сегодня в обед. Сотрудники скорой помощи пытались спасти малыша, но, к сожалению, мальчик умер от полученных травм. По предварительным данным следствия, ребенок находился в квартире с родителями, которые открыли окна для проветривания. Мальчик залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, упал с высоты. Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту гибели. Также прокуратура Центрального района Барнаула проводит проверку. За неделю в крае уже трое детей выпали из окна. Один случай произошел в Барнауле, другой в Олейске. Дети живы. Кстати, родители за подобные происшествия могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Правоохранители напоминают, часто москитная сетка может ошибочно восприниматься ребенком как опора. Чтобы избежать трагедии, родители просят не оставлять детей без присмотра. И переходим к другой теме. Уже год, как экспортные компании стали активно перестраиваться с европейского на азиатский рынок. Особенно популярно и выгодно сейчас поставлять продукцию в Казахстан и Китай. Но просто ли зайти в эти и другие азиатские страны? И каковы особенности ведения бизнеса там? Об этом смотрите в сюжете Анастасии Дороган. Ориентир на Азию, говорит директор одной из успешных в плане экспорта алтайских компаний по машиностроению. Здесь разрабатывают и производят фотосепарационное оборудование. Поставляют его в 30 стран, в том числе Европу и Америку. Но сейчас ставки на восток под нового клиента трансформируют и продукт. Например, в Германии там была история очень важная с взаимосвязью оборудования, с другими элементами, с другими машинами в технологии. А на азиатском направлении это менее важно. То есть на это не стоит особо обращать внимание. Здесь более важна сервисная составляющая. И вот тот цифровой сервис, мне кажется, который у нас есть, он должен взлететь. Азиатское направление свободно от санкций. Тема привлекает. И хотя в компании Виталия Савенкова продолжают сотрудничество с давними партнерами из Европы, признают, что выходить туда стало сложнее. Перспективнее смотреть на восток, например, Казахстан, который становится экономическим хабом. Страна предложила релацировать бизнес к себе 401 иностранной компании. В основном из США, Японии, Германии, Швейцарии. Войти в этот рынок сейчас значит составлять конкуренцию мировым игрокам. В некоторых сетях, магазинах продукты из России составляют 30-40% всего объема на полках. Интерес к продукции транспортного машиностроения, оборудования, продукции химической отрасли, в том числе бытовой химии. Мне кажется, это технологическая история, то есть все, что связано с технологией. Казахстан понемножку развивает свое внутреннее производство, поэтому для них важны технологические составляющие. Технологии, промышленное производство, можно идти сельским хозяйством, но эта история будет не сильно простая, потому что именно потому, что они тоже аграрная страна, они тоже защищают свои рынки. У наших стран единое экономическое пространство, что облегчает поставки и делает это направление приоритетным. По традиции, Алтайский край экспортирует сырье и продукты переработки аграрного сектора. Однако сейчас наращивает объемы и промсектор, машина и оборудостроение. И интересует это не только крупные компании. По данным центра «Мой бизнес», который занимается поддержкой среднего и малого предпринимательства, в 22-м году к ним обратилось 734 компании с вопросом выхода за рубеж. С начала 23-го – 433. Спрашивают и о Китае. Прежде на него смотрели, как на неприступную китайскую стену. Сейчас специфика остается, поэтому эксперты рекомендуют сузить масштаб. Зачем вам лезть полностью на весь китайский рынок? Несколько миллиардов вы не охватите. Давайте постараемся найти взаимоотношения между теми или другими провинциями и отработать их запросы. Благо, здесь вы получите двойной приоритет в работе, так как получите поддержку как от центральных областей Китая, так и провинциальных. В Поднебесную ценят алтайские продукты за их экологическую чистоту. Промсектору сложнее. Нужно, чтобы оборудование было уникальным и современным. В аграрной сфере покупают все, но продажа продукта переработки будет выгоднее. В таком случае специалисты рекомендуют поставлять не сою, а соевый шрот – пищевую добавку. Или открыть в Китае завод по переработке. Эксперты рекомендуют выходить на торгово-промышленную палату Китая, где иностранцам рассказывают, какие документы лицензии нужно подготовить и даже предоставляют список потенциальных партнеров. И чтобы стать своим, стоит интересоваться искусством. Это объясняет, почему бизнес Поднебесная очень любит оригинальность и самобытность. Это мощнейший магнит притяжения бизнес-структур. Это как клуб, где собираются не только любители искусства, но и люди с разными интересами, и это позволяет задействовать очень серьезные тонкие моменты человеческой личности. Может быть очень жесткий бизнесмен, но у него есть слабость, условно говоря, картины. Когда он покупает картину, он совсем по-другому раскрывается даже в плане бизнеса. Все чаще предприниматели смотрят и в сторону Индии. Там, по словам экспертов, ценится продукт для среднего сегмента. Впрочем, специалисты подчеркивают, неважно, куда вы зайдете. В любом случае, помимо прибыли, экспорт заставляет компанию развиваться. Мы знаем, какие требования предъявляют те или иные территории. И от этого наше оборудование для других территорий становится лучше. То есть мы фактически как бы улучшаем свое оборудование тем, для России это тоже важно, потому что вот эта внешняя информация, информационная и технологическая история, она потом воплощается в оборудование, которое идет на территорию России. Единственное, добавляют эксперты, азиатские партнеры отличаются непредсказуемостью. На переговорах в момент заключения контрактов могут задать совершенно неожиданный вопрос. Но в этом даже есть определенный шарм. Идешь на риск, если он оправдывается, говорят бизнесмены, дело точно выгорит. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, День с толком. В Барнауле началась приемка отремонтированных дорог. На многих участках летний ремонт уже завершен. Но замечают ли обновление улиц горожане? Есть ли у них претензии к качеству работы и на что бы они хотели обратить внимание дорожников? Смотрим. В последнее время много дорог отремонтировали? Да. Вот последние лет, года 3-4 точно большие участки дорог стали делать, облагораживать проезжие, ну, прилегающие территории, выезды, въезды. Плохой тротуар был, каменистый, где-то там, например, цементом покрывают. И идешь на дорогу, ну, не можешь смотреть по сторонам, именно на дорогу смотришь. А сейчас можешь по сторонам посмотреть. На Малахова дорогу сделали, а разметки вообще никакой нет. Четыре полосы движения, а разметки нет никакой. Вот буквально регулируешь по движению машины. Вот машина идет слева, валерька идешь справа. Единственный момент – это люки. Очень много ям от люков, то есть это действительно проблема. Тут он приподнят, а вообще, то есть он как проваливается, и получается такая прям яма. Их по городу в этом году стало больше. Это даже спрашивать не надо. Чего об этом говорить? Если начали делать как положено, значит и нам радостно, жителям. А когда был бардак, идешь, думаешь, ну, живем вроде бы в хорошем городе, но кругом разруха. Мне кажется, нормально выполняют. Ну, смотришь, вот пробы берут же, наверное, специалисты. На самом деле бордюры высоковаты. Вот. Это тоже, ну, для меня лично проблема. То есть у меня машина низкая. Ну, есть дороги, да. Которые вот в районе Кристалла там, за заводом. Я там ехал, я думал, там на первую... Вообще яма, яма. Там вообще ничего не делается. Пусть делают там, где надо. Будь больше выделяют участкам, которые вот именно нуждаются, где плохое состояние дорог. У меня вот дядь живет в Новосибирске. Он приезжает, говорит, у вас в Барнауле дороги лучше, чем в Новосибирске. В Новосибирске вообще все разбиты. В Алтайском крае появилась первая растительная машина собственного производства. Ее представили губернатору Виктору Томенко на встрече с аграрием региона. Агрегат нужен для мелиорации, то есть повышения плодородия земель посредством орошения. Именно этому направлению в сельскохозяйственной сфере региона уделяют сейчас большое внимание. О главных преимуществах новой техники расскажет Данил Кузнецов. Это первая созданная в регионе установка поливающая поля. Изобретение было закуплено для орошения культур в Михайловском районе. Посмотреть на работу агрегата приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Для агрария в подобный агрегат это спасение от засухи, которая в этом году была затяжной. Машину создали на основе американского аналога, повторив основные преимущества вплоть до ширины полива установки в 420 метров. Это помогает орошить более 50 гектаров за один круг. Импортные детали в конструкции присутствуют, но сборка местная. Состояние техники и в целом развитие сельского хозяйства губернатор обсудил с аграриями на региональном совещании. Сейчас Алтайский край включен в федеральную программу по развитию мелиорации. Она дает возможность компенсировать до 50% затрат на разработку проектно-сметной документации на орошаемые участки. Кроме того, на строительство каждой поливальной машины из краевого бюджета компенсирует 50% ее стоимости. Это должно улучшить и без того хорошие показатели. В прошлом году вышли на первое место по производству льна маслячного, по поголовью крупного рогатого скота и объем производства молока традиционно мы в пятерке крупнейших товаропроизводителей в стране. Вот статистику мы посмотрели. 21-22 год продукция сельского хозяйства в регионе произведена немногим больше 500 миллиардов рублей. Сейчас в Алтайском крае порядка 8 тысяч гектаров вовлечены в процесс систематического орошения. На этих площадях в 11 районах 55 хозяйств выращивают кормовые культуры, а также овощи, картофель и ягоды. Потенциально в крае может быть задействовано порядка 70 тысяч гектаров поливных участков. Данил Кузнецов, День с толком. С начала этого года в контакт-центр краевого отделения социального фонда России поступило порядка 700 тысяч обращений. Более 600 тысяч звонков приняли операторы, которые консультируют по общеправовым вопросам жителей 13 регионов. Ежедневно специалисты Алтайского контакт-центра помогают 6,5 тысячам граждан. Напомним, единый контакт-центр – это информационная система социальных ведомств, социального фонда России, Рост труда, региональных органов соцзащиты и не только. Жители могут по телефону узнавать информацию о положенных выплатах, мерах социальной поддержки. Когда мы начинали, а начинали мы с регионального контакт-центра, мы только на вопросы граждан Барнаула отвечали. На сегодня, спустя несколько лет, это уже вся страна, то есть любой позвонивший, находясь, я не знаю, на Камчатке или где-то в Калининграде, получит информацию по всем интересующим его вопросам. И гражданину не нужно даже думать над тем, к компетенции какого ведомства относятся его вопросы. Подробнее о работе контакт-центра смотрите в нашем интервью сразу после выпуска новостей. Ну а мы переходим к другой теме. Сегодня стартовали международные соревнования по гребле на байдарках и каное памяти алтайского спортсмена Константина Костенко. На них собралось около 200 участников из восьми стран. Как прошло открытие двухдневного мероприятия, а также о сложностях, с которыми столкнулись зарубежные гости и их оценки нашего грибного канала. Об этом смотрите в сюжете Данила Кузнецова. Такими ободрительными возгласами поддерживают участников международных соревнований по гребле на байдарках и каное, которые стартовали сегодня на грибном канале Барнаула. Подобные крупные водные старты среди спортсменов до 15 и 17 лет проводятся уже несколько лет. Однако ранее состязания этой возрастной группы имели всероссийский статус и на них собиралось чуть больше сотни человек. Теперь же уровень мероприятия повысился и почти в два раза выросло число участников. У нас ближние зарубежья Казахстан, Узбекистан, они всегда рады приезжать и всегда хотят поучаствовать. Мы официально не можем им не дать никакого статуса и интереса приезжать у них нет. Поэтому в этом году это уже международный турнир. На этот раз приехали гости из Азербайджана, Индонезии, Киргизстана, Таджикистана и Беларуси. Последние, по мнению спортсменов, самые сильные. Однако и алтайские грибцы не лыком шитые. С недавних всероссийских соревнований в Воронеже они привезли сразу пять золотых наград. Но расслабляться пока рано. А то можно потерять не только очки, но и весло, как это случилось с Гордеем Байбаковым. Ну, может, не сильно жал на старте. Оно как проскользнуло и с намотки слетела рука. Сильно потеряла по времени? Да нет. Больше выброс адреналина и поехал. То есть, ну, может, даже чуть-чуть помогло. Проблемный старт был и у гостей из Казахстана. Некоторые впервые на грибном канале и просто не были готовы к передовому оснащению дорожек. С ловушкой сегодня первый раз стартовал. С предварительным стартанул. Чуть не перевернулся из-за ловушек. Адреналин был в старте. Мандраж сильный. А так все нормально, как обычно, соревнования. А что такое ловушка? Ловушка? Что такое ловушка? Это держатель, чтобы все ровно стояли. Помимо хорошего оборудования, участники соревнований отметили, что самый большой козырь Барнаульского грибного канала – вода. Вода хорошая. Ну, она разная. Бывает мягкая такая, а бывает больше плотности. Вот какая здесь вода? Здесь средняя. 16 метров – такова средняя глубина канала. Даже по мировым меркам это много. Благодаря этому плотность меньше и сопротивление при гребле минимизируется. Это не слишком заметно на дистанциях от 200 до 1000 метров, но ощутимо на 10 километрах. Столько взрослые участники поплывут завтра в память о Константине Костенко, который первым из алтайских грибцов покорил эту дистанцию на мировом уровне. Вот средний ход, 10 километров – это средний твой ход. Как ты можешь вообще переносить нагрузку? И, грубо говоря, я был в сборной России неоднократно, и вот эти длинные дистанции, вот это восполнение постоянное, надо ходить их для того, чтобы показывать результат даже на той же тысяче метров. Кстати, помимо наград, участников соревнований ждут приятные денежные призы, ведь за первые места можно получить от 10 до 30 тысяч рублей. Поэтому такие состязания – хороший вариант. И поощрение получить, и разрядом завладеть. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Барнаульский планетарий после обретения им нового дома стало посещать в два раза больше людей. Об этом говорили на совещании с главой города Вячеславом Франком. Представители мэрии также обсуждали дальнейшее развитие звездного дома. Музей космонавтики, интерактивный зал и другие новинки появятся в Барнаульском планетарии после капитального ремонта. Проектно-сметная документация уже разработана и предполагает определенные финансовые вливания. Предполагают затраты порядка 73 миллионов. Но здесь предусмотрено не только капитальный ремонт этих помещений, но и их приспособления под дальнейший монтаж оборудования. Напомним, в 2022 году планетарий переехал в бывший кинотеатр «Родина». До этого он располагался в здании Крестово-Сдвиженской церкви в парке Изумрудной. В центре города окно во вселенную начало пользоваться большей популярностью. Власти решили, что дальнейшая реновация еще больше повысит зрительский спрос. После обустройства дополнительных залов начнется второй этап реконструкции. Ремонт фасада, это ремонт кровли, это благоустройство территории. На сегодняшний день также ведется разработка, прежде всего, проектно-сметная документация. Здесь есть тоже свои особенности. Особенность здания в том, что оно является объектом культурного наследия и восстанавливать его нужно бережно, с соблюдением процедуры, определенной федеральным законодательством. Глава города Вячеслав Франк на совещании в администрации города предложил привлечь местных архитекторов, чтобы они помогли грамотно и со вкусом вписать звездную площадку в городское пространство. Валентина Аскерова. День с толком. Они собирают вокруг себя поклонников музыки, поэзии, живописи и готовы представить для тематических мероприятий свой гараж. А вообще они музыкальная группа, которую запоминают не только по песням, но и перформансам. Люди искусства из группы Лена Заринская. Секрет их необычного подхода к творчеству раскроет наша съемочная группа. Ездил я с братом до заправки на мотоцикле и просто видим, на обочине лежит барабан. С тех пор барабан лежит в гараже. Одной из репетиционных площадок группы Лена Заринская. Лен здесь нет и никого из Заринска. Название спонтанное. Барнаульская группа с ориолом загадочности мощно заявила о себе в 2023-м, когда состав стал таким. Вокалы гитара, ударные, клавишные, плюс щепотка перформанса. Самое дикое на сцене, да у нас все дикое. Фронтмен группы сохраняет образ. Парень – будущий историк искусств. Музыкой занимался с детства, а год назад увлекся авангардом и создал Лену Заринскую. Просто бессмысленно что-то делать в плане перформанса и глупо просто стоять и исполнять на сцене свою музыку. Поэтому захотелось объединить и в они сделали такой симбиоз. Это как альтер-эго. Его альтер-эго, которое помогает ему выносить в этот мир какие-то чувства, эмоции. И я тоже, у меня есть свое альтер-эго. Ведь я Мария Функ. В жизни я не Мария Функ. Экспрессия, агрессия, ярость на сцене, в жизни спокойствие. Мария освоила ударные уже после попадания в команду. Это скорее группа единомышленников, чем музыкантов. Дружат в жизни и пишут вместе, раскрывая каждого. С четырех лет стояла в академическом хоре. Для меня вот такое, у меня произошел просто разрыв шаблонов моих каких-то даже внутренних. Я думала, что я смогу как-то там поплясать на сцене. Но я не знала, что так. Я не знала, что это настолько заразно, что такая энергетика бешеная, классная. Эго-гранж так, а не определяет свой стиль. Экспромтный эксперимент, как обязательное условие. Вначале признаются, это шокирует, а потом заражает. Среди поклонников творчества – семинаристы, преподаватели вузов, коллеги по цеху. Я учусь на искусствоведа, а искусствовед должен как раз писать тексты, оформлять, презентовать красиво, придумывать все эти концепции концертов. Это же все как бы связано. Вот сейчас будем как раз объяснять все, что было, чтобы показать, что у нас не только образ, но и содержание. Музыканты расширяют границы барнаульцев и создают свое пространство для искусства. В гараже уже прошел вечер академической музыки, а в планах собрать поэтов и организовать выставку художников. Так что Лена Заринская пропагандирует не только музыку, но и искусство в полном его выражении и уникальности. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует...